Российские банки, скорее всего, в этом году больше не будут повышать ставки по вкладам. Сейчас проценты и так на максимум, они росли все лето, но в октябре эксперты ожидают, что Центробанк обратится и потребует от некоторых коммерческих банков даже снизить ставку по вкладам. Центральный банк с октября будет по-новому считать среднюю максимальную ставку по депозитам, не учитывая так называемые комбинированные вклады, когда часть денег клиент идет, к примеру, на биржу, за счет чего и проценты выше. Новая средняя ставка в расчетах ЦБ будет примерно на процент ниже прежней, это около 9,5. Банки, у которых доходность выше, будут вынуждены ее снизить. Клиенты лишатся сверхвыгодных депозитов. Несколько ужесточается контроль за действиями, скажем, отдельных банков на рынке привлечения. В принципе, это нормальный антикризисный механизм, один из широко применяемых в мировой практике, когда регулируются, скажем, выбросы из рынка отдельных банков. То есть бывают ситуации, когда кто-то, скажем, затыкая свои дыры в ликвидности и ощущая ее устрою нехватку, стремится привлечь с рынка больше вкладов для того, чтобы обеспечить свою текущую деятельность за счет резкого повышения ставок по депозитам. Это несет за собой риски неисполнения обязательств. Напомню, из-за кризиса в еврозоне российские банки практически лишились возможности кредитоваться на рынках Старого Света. Поэтому финансовые учреждения были вынуждены привлекать больше денег у населения под высокие ставки. В июле практически все 30 крупнейших банков подняли ставки. В августе эта политика дала свои плоды. Приток по вкладам составил 206 миллиардов рублей, больше, чем за все первое полугодие. Чему это приведет? Все повышают ставки. Сбербанк повышает. Истальные банки уже заявили о пересмотре ставок. Это приведет к тому, что произойдет подражание кредитов. Потому что банк купил деньги, он должен их продать с маржой, чтобы обесечь себя. И, соответственно, цель бизнеса – это получение прибыли. Впрочем, Центробанк на этом останавливаться не намерен. Главный финансовый регулятор хочет сам директивно устанавливать ставки в коммерческих банках. Это предусмотрено в поправках к закону о Центральном банке. Его сейчас обсуждают в Госдуме. Вместе с тем депутаты намерены запретить организациям, которые не имеют банковских лицензий, рекламировать свои вклады и депозиты. Это больно ударит по многочисленным кредитным кооперативам и финансовым пирамидам. И перераспределит денежные потоки в пользу банков. Банки более-менее подготовлены. Многие свою кредитную рискованную политику, да, преуменьшили аппетиты. И уже, как говорится, готовы к некоторым последствиям, которые могут быть. То есть, в принципе, готовы не хуже, по крайней мере, в 2008 году. Хотя есть и банки, которые вызывают сомнения в ЦБ. Добавлю, сейчас в Красноярске работают 58 разных банков. Самый привлекательный депозит под 12,2%. Вклад со ставкой выше 11 предлагают в банках Клиентский, ВТБ, Канский, Кольцо Урала, СКБ Банк и Народный кредит. Банкиры называют нынешнюю политику Центробанка оправданной. Ведь главная цель финансового регулятора – стабильность банковской системы, которая выгодна и заемщикам, и кредиторам. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Афонтова новости.